Маус против Мауса Думал и придумал, что пошёл он в жопу этот обзор Буду делать видео в своём обычном, таком вольном стиле Мне кажется, что от унылых обзоров, которые закованы в какие-то определённые рамки Уже все давным-давно устали Что каждый обзор техники начинается с показов каких-то сраных, давно уже засмотренных до дыр фотографий С зачитывания вслух в Википедии Ну кому это надо, ё-моё Как будто люди сами не могут пройти всё это, почитать и посмотреть, коли уж им так интересно Сразу скажу, что в моих руках техника находится в абсолютно равных условиях Я как не играл на Маусе в Вар Тандере, так и почти что не играл на Маусе в Вар Гейминге Сейчас даже найду, покажу, сколько у меня на нём боёв Если найду Где-то он на дне этого списка Сейчас, сейчас, сейчас найду Маус просто танк, вообще мои мечты Я его скачал, ну чисто для коллекции Я на нём сыграл, ну по-моему, ну боёв, дай бог, наверное Если, 47 боёв Вот, 47 боёв, из них мои там где-то боёв 20 Ну так, символически Надоело просто привозить людям медаль Грозу Мышей Потому что этот танк больше вообще ни на что не был пригоден Это абсолютно убогая машина, на мой взгляд Не знаю, как сейчас, говорят, её апнули Ну а чё тут апать, да? Что здесь можно Я, я даже, видите, экипаж Экипаж из Мауса у меня ушёл Ушёл в какие-то Не в Е100, по-моему А, в ПТ-ху я его, по-моему, пересадил В какую-то Где-то у меня в ПТ-хе чертовски классный экипаж из Мауса сидит Или во рту Ну, короче, из Мауса экипаж высадил сразу и переобучил Потому что, ну, танк вообще Его не брали в клонвары, им брали никуда Его бронирование башни почему-то 240 во лбу, да? А у улиток, по-моему, 220 20 брони во лбу вроде как написано Ну, это я позже посмотрю Ну, в общем, не знаю Надеюсь, что они сошлись в параметрах, короче Вот, что интересно И у улиток, и у картохи Скорострельность одинаковая по 15 секунд Давайте в бой выйду Я же сказал, что в свободном стиле Я просто к чему? Я к тому, что я не обещаю какие-то крутые бои Я его заправил голдой, да? Потому что Маус без голды вообще нахрен не нужен Вот, я не обещаю, что я кого-то смогу на нём Потому что Маус в моих руках Довольно ущербная Он и так ущербный, да? В моих руках это Икс-2 ущербности просто этой машины Я просто Заранее предупреждаю, да? Что это видео просто чисто, ну, как Как бы аналитика такая На Маусы А не просто А не гайд, да? Как на нём играть И не обзор просто И о чём хочу Что хочу сравнить? То есть Дело-то в чём? В том, что Иваргейминг И Гайджин Упёрлись в то, что Немецкие танки Того периода, который охватывает игра Они как бы заканчиваются на Маусе Ну, не успел великий австрийский художник Перед тем, как выпить яду Оставить потомкам Хоть сколько-нибудь Пригодный для игры Тяжёлый танк Поэтому оставил Маус Школьники уже Варгеймингу Весь мозг выклевали На тему того, что А Ратте Когда введут Ратте Ну, танк-крыса, короче Есть такой Я только ленивый про него уже не прочитал И вот шутки ради Тролли Или, я не знаю, серьёзно Говорили, что вот были же чертежи А Варгейминг делает по чертежам Давайте Ратте Вводить в игру Ратте Конструктор у Ратте Некто Эдвард Гротте, по-моему Может он не Эдвард Может он Людвиг Я не помню Я помню, что Гротте фамилия Ну, конструктор Гротте Танк Ратте Легко запомнить Мало кто знает Но, короче, до этого Этот дурачок По фамилии Гротте Был в Советском Союзе Там каким-то консультантом И для Советского Союза В 30-х годах Он проектировал танк ТГ-5, по-моему Тоже тысячетонный, да Ратте тысячетонный И ТГ-5 Он свой для Советского Союза Тоже тысячетонный проектировал Слава Богу Его послали, видимо, нахрен Обратно в Германию И он поехал в Германию Союз Ратте продвигать Но абсолютно больной На голову человек Который вообще Ни хера вообще В этом мире Ни в чем не соображал Я даже не знаю Кто ему дал диплом Какому-то инженеру Этому долбоебу Но Школьники, когда спорят Это Ратте Знаете, такие аргументы Все время Ратте бы убили, блядь Авиабомбы с воздуха Другой школьник отвечает Нет, на Ратте Там планировалось Поставить миллион Каких-то ПВО Люди, успокойтесь Танк Ратте Не мог существовать В принципе Сейчас объясню, почему Во-первых Во-первых Давайте представим Что танк Ратте построили Хорошо Как вы его будете Доставлять на фронт На железную дорогу Эта дура не влезет Даже в две полосы Потому что Это огромнейший танк Тысяча тонн Доставлять его по частям Да, в вагонах Ну это что тебе Лего что ли Какое по частям Танк целым На фронт Доставили Все, минимально То есть По железной дороге Доставлять Эй, лох Даже Тигр Было геморройно По железной дороге Доставлять Если кто еще не знает У Тигра было Два комплекта гусениц На одних он шел в бой На других он ездил По железной дороге В вагоне То есть Потому что Он по ширине На боевых гусеницах Не влезал Не влезал То есть По ширине На платформу Ну можете загуглить Тигры Транспортировочные гусеницы И посмотреть Да, чем Отличаются боевые гусеницы От транспортировочных Какой замечательный бой Уже смотрите 1.6 Обожаю Обожаю Варгейминг Обожаю Отличные Отличные бойцы Лучшие просто Ребята Ну давай Разряжайся Семочка Вот Хорошо Отправляем танк Раты Короче на фронт Своим ходом В сопровождении Пробил все таки Ну Маус Что там Броня его Колонная уже смешная Все ее пробивают Куда хотят Особенно вот в это место В Варгейминге Вот в это место В яички стреляют Зачем-то Не знаю Маус пробивается Отлично Прямо в свою башню Потому что Ну Видимо Конструкторы снарядов Опередили По развитию Конструкторов брони И броня И броня в игре Просто вообще Скатился в ничто Ну так вот Отправляем Раты Своим ходом На фронт Да С колонной Блин Бензовозов Следом Потому что Он жрет Бензин Тысячетонный Танк Да Он там Это оружие Возмездие Как там Некоторые там Писали Гитлер там Его придумал Чтобы весь мир Завоевать Ну допустим Доехал Отправляем Да Своим ходом Доезжаем До первого моста Через реку С удивлением Узнаем Что тысячетонный Танк Пролеты моста Сука Не выдержат Они рухнут Нахрен Если он На них заедет В объезд Конечно Тоже Реку Тысячетонный Танк Не форсирует Слишком крутой Берег Он застрянет И короче Танк Раты Будет ездить Патрулировать Видимо Территорию Завода Сто тонны А тысячетонны Там со своими Пушками Со всей херней Будет такой Штатный Штатный Сторож Завода Завода Бронетехники В Германии Поэтому Танк Раты Абсолютная Глупость Когда его Ни в каких Играх Не будет И в реальном Существовать Не мог Грот Абсолютно Сумасшедший Конструктор Психопат И полудурок Я считаю Вот Вот какой косой Человек Меня не пробил Маус В этой игре Живет за счет Того В основном Что против него Играют криворукие Игроки Все таки Победили Когда мышка Остается одна Но здесь Это не вина В том что Маус говно Это вина В том что Команда говно В том что Все игроки Варгейминга Большинство из них 95% игроков Варгейминга Они не состоят На 80% Из воды Они состоят На 80% Из тормозной жидкости Потому что Они просто Лютые тормоза Игра просто Я не знаю Закрытыми глазами Можно играть В картоху Все равно Никак мы не можем Ничего мы не можем Мы такие Мы блять Для удовольствия Все играем Ну да Вот я на Маусе Правда На первом месте Оказался Ну дамаг Такой достаточно 2500 Для меня Честно говоря Не дамаг Я на Хэвике Привык там По 5 набивать За бой Без лишнего хвастовства Ну Все знают Что Хэвик Хэвик накидывает Блин Классная дула Конечно Вот Значит И в итоге Вот и Гайджин И Варгейминг Уперлись в то Что Венец Танкостроения Германии Это Мышка И вот Бедный Несчастный Жирный Маус Теперь вынужден Сражаться Не только с такими С которыми он Хотя бы примерно Ровесник Ну и с такими Блинными танками Как Т110 Которые разрабатывали Разрабатывали Да не разработали Ну и Блинный Француз АМХ 50Б Который аж В 58 году Только доделали Да и то Передумали выпускать Не суть важна Дело в том Что Маус Планировался Как огромный Такой здоровый Бронированный танк Потому что Когда его Сочиняли Броня еще Хоть что-то в этом мире Значила Да Такая обычная Не активная Не урановая А просто старая Добрая там не знаю Чугунная Катанная Гомогенная Хрен знает Какая что за броня Вот Но В играх В этих Эта машина Стоит против Напротив танков Которые были сделаны Ну примерно Лет на 8 Позже На 10 Там я не знаю Ну намного Надолго позже То есть Германия Прекратила уже свое Тогда Вот эта Великая Германия Прекратила свое существование Да там Все Австрийский художник Выпил яду Все Все чертежи Были украдены Все То есть Ну как бы то Вывезены Вывезены Короче Маус ты куда А куда мне На базе стоять Что-то нахер мне надо Вот Вывезли даже чертеж Там не знаю Этого бомбардировщика Немецкого Да Похожий на Треугольные Эти бомбардировщики Соединенных Штатов Подозрительно похожие Вот их кстати Америка и вывезла И в музей Даже забрала Один из Самолетов Да Нашли даже Экспериментальную Летающую тарелку Кстати Интересно В Вартандере Есть летающая тарелка Вот эта Которую Германия делала В World of Tanks Был для прикола Эвент Короче Летающие тарелки В World of Warplanes В World of Warplanes Бои на летающих тарелках Помню Или меня глючит Но по-моему Я летал там На летающей тарелке Она была Ну На каких-то там Этих Турбинах летала Но Но это была Летающая тарелка Че меня куда Ну вот Прямо в башню пробили Говорят что Маус надо ромбовать Надо постоянно быть ромбом Но чтобы выстрелить Чтобы выстрелить Да тебе надо повернуть Башню фронтальной проекции К врагу В это время Маус уязвим В это время Мауса В Маус и шмаляются Но Поторговать углом башни Все таки можно В этой игре Не заигрываясь Так чуть-чуть Вот че он выехал Он ждет что я башню поверну Большому нахрен А я и повернул А он и выстрелил Вот вам Вот вам и Маус То есть Если у противника Хватает терпения Да Маус свою плюху Получит по любому Ну не может броня Выдерживать какие-то Пусть 220 230 миллиметров брони Если только ее Альбус Дамблдор Не зачаровывал Да она не может выдержать Пробой там Снаряда У которого 300 миллиметров Пробития Снаряд От какой-нибудь ПТхи А в Вар Тандере У всех там в конце Какие-то кумулятивные Не вращающиеся Хрен знает что за снаряды У которых 400 миллиметров Пробития Я припоминаю Что даже когда В World of Tanks Было только два танка Десятых левела И семи Маус Предпочтение В 99,9 случаев Отдавали семерки Она один на один Мауса разрывала Толпа на толпу Семерки тоже Маусов разрывали Чего же говорить о бедной мышке Когда ввели Сначала СТ-10 С подкалиберными Снарядами Потом ПТ-10 С невероятным пробоем И невероятным дамагом Тогда уже Маусу и вовсе Не нашлось места Ни в ротах Ни на глобальной карте В боях Маус стал не нужен Потому что Маус это Не только бесполезная броня Но еще и Дерьмовая динамика То есть Голимая скорость Маневренность Его СТ-шки кружат Как хотят Арта по нему Вообще не промахивается То есть Бедная несчастная мышка По другому не сказать Апать ее Ну никак не хотят Многие кстати Ну как многие Частенько слышал вопрос То есть Если В Маусе Две пушки И в Маусе Два заряжающих Но в Wargaming Дополнительное орудие Не стреляет Ни у какого танка До сих пор По моему даже У М3 Ли То есть Почему второй заряжающий Не помогает Заряжать основную пушку Первому заряжающему Ну ответ на этот вопрос Собственно увидите Когда я включу Маус в War Thunder Под конец Решил конкретно Маус загнать Под стволы врагов Чтобы посмотреть Сколько он проживет Ну вообще В World of Tanks Маус живет Не единой броней Только лишь А у него еще И очень до хрена Здоровье Хотя Если память не изменяет Когда-то у него было Три с половиной тысячи жизни Потом три двести И теперь три тысячи Ну нашли кого понерфить Как будто Маус Ну так нагибал Ну так нагибал Что без нерфа было Ну прям вообще никак По сути Маус Он знаете Как звезда смерти Да Вот из звездных войн Которая была Просто орудие Уничтожающее Все живое Там неуязвимое Прочтически Да Но прилетел Скайуокер Нашел одну единственную Дырку Куда можно Тут Звезду смерти Трахнуть Трахнуть и убил Ее Собственно Один единственный человек Вот у Мауса Как у звезды смерти Слабое место Во лбу Ну между гусениц Вот этот Нижняя деталь Как бы Какая нахрен Разница Сколько у него брони В башне И как он пробивается В нее Как он там Пробивается в корпус Если есть нижний лист В который в этой игре Ничего не составляет Сложность попасть Причем она Даже под углом Нормально пробивается Как вы можете Это видеть Так что Маус В этой игре Не только должен Ромбовать Но еще и стыдливо Прятать свои яички За какой-нибудь Мусорной кучей Или за трупом Своему союзника Но даже при таком Раскладе Когда вы будете Поворачивать башню На своего врага Чтобы в него выстрелить Вас будут пробивать В щеки башню Ну Ведь отдельно Ствол от башни Здесь не повернешь Так что по факту Можно сказать Что Маус Это такая разменная монета Чтобы по нему Разряжались враги И пока у Мауса Не кончатся его 3000 жизней В это время Команда должна Естественно Мауса всячески Огнем поддерживать То есть если Допустим Враги стоят за углом Там даже лесенкой Или елочкой Как угодно Первым на них Должен вываливаться Маус Чтобы они все В него разрядились Тогда союзники Вывалятся за угол И заберут пару врагов Пока они находятся На КД Ну насколько интересно Играть на такой Разменной машине Можете сами Мысленно прикинуть То есть редко Бывают случаи Когда Маус Может зарешать Какой-нибудь исход боя И то против каких-нибудь Школьников Которые там Его видят в бою Настолько редко Что даже не знают Куда его можно пробивать По поводу его орудия Говорить я думаю Что-то смысла нету Потому что Все танки Которые стреляют Голдой Они все примерно Имеют одинаковое пробитие Ну нет Конечно Одни имеют больше Другие меньше Но у всех у них пробития Даже больше чем нужно В итоге Единственное Что Маус Занимает предпоследнее место Среди всех тяжелых танков По нанесению Дамага в минуту Он делит Предпоследнюю ступень На пару с ИСом седьмым Хуже у них только Тайп 5 хэви Японский сумоист Также еще Хочу заметить Что Маус Очень боится Клинчей И очень боится Кружения Скажем так Когда Ну в чистом поле Мауса закружить Как два пальца Обоссать И точно так же В клинче Маус ничего не может сделать Только потому что Он очень высокий И единственное Куда он может стрелять Это в лючки В какие-нибудь Но Грамотный клинчеватель Никогда не даст Маусу попасть Выстрелом себе в люк Короче Габариты И динамика Делают геймплей На Маусе На мой взгляд Крайне примитивным Знаете Маус ехать Маус стрелять В идеале Прятаться от арты И прятать за камушком Свои яички И на этом все То есть Выехал Разменную плюху дал Да То есть Тебя шмальнули Ты голдой шмальнул Обязательно голдой В случае Мауса И на этом все По моему Довольно таки Скучно На мой взгляд Значит Посмотрим Теперь Маус Вартандерский Начнем С осмотра брони Благо что Игра это позволяет Сделать свободно Еще раз хвалю Очень молодцы Значит Нижняя деталь Мауса И правда Имеет толщину 200 мм Однако Под углами Броня становится Намного толще То есть Если в Варгейминге Маус пробивается В нижний лист Даже Под углом То здесь Даже под небольшим углом 200 мм Брони превращаются В минимум 300 Ах Если бы У Варгейминга Был такой расчет Броней Маус Был бы практически Бессмертен Но В Вартандере Всем пофигу Сколько брони У него в нижней детали Потому что Все стреляют Ему В башню Щечки у мышки Как у хомячка Когда он набьет Там себе Орешков Семечек Зерна Какого-нибудь Они такие Полукруглые Выпуклые И показатель брони Тоже регулярно меняется Но попасть В самое тонкое место В такую огромную башню Особо задача Не очень-то сложная Несмотря на Огромный внешний габарит И жилплощадь У танкистов Не такая уж и большая Механик И радист-стрелок Кстати Интересно Из чего Радист стреляет Но неважно Вот Механик И радист-стрелок Регулярно задевают Друг друга локтями И возможно Устраивают борьбу За подлокотников В кинотеатре А вот Собственно Ответ Почему Варгейминского Мауса Оба заряжающих Не заряжают Основное орудие Потому что Они находятся По разные стороны От казенника Это только с виду По Маусу Можно бегать И закидывать Снаряды Как дрова В печку Я не знаю И такое ощущение Что где-то внизу В нижней части Мауса Стоит бильярд И возможно Сауна с девочками На самом деле Все внутри Очень так Плотно уложено Как мы видим Ну короче Ясно понятно Чрезвычайно познавательно Пора уже посмотреть Как машина Ведет себя в бою Вот Простоял в очереди 10 минут О Привет Привет Бравым советским Артиллеристам 10 минут в очереди Стоял И кинул Короче в Курск Меня Но Курск Я не знаю Это такая карта Разрабы пожадничали К сожалению С размерами Если бы я делал карту Курск У меня бы немцы Ехали сюда Из Берлина А советские Танкисты Ехали бы Из Владивостока Или из Урала Откуда нибудь Вообще Вот где у них Там производство было А то чё тут А то чё Карта какая-то Маленькая Чё-то Фуфло какое-то Короче Еду сливаться Сейчас будет Какая-нибудь Городская карта И там уже поиграю Ну бред Потому что полный Пока Маус здесь едет Я не знаю Я уже сходил на кухню Чаю налил На автопилоте Только сюда доехал Бред собачий Короче После Курска Попал в Моздок После Моздока Попал в Джумбе Чё я хочу сказать Игра на Маусе Конечно В Вартандере Просто песня В прямом смысле Песня Немцы супертанк Изобрели Говорят Порвет врагам Всем анус Неужели это Тигр-3 Нет, ребята Это Маус Наш мехвод Давил горошетку в пол И движок рвет Под нашей жопой Но асфальтовый каток Быстрее едет Даже вперед с жопой С горки разогнались Двадцать пять Нам кричат Несетесь слишком быстро Это радиоэфир порвал Крик эстонского танкиста Негодует Негодует Себастьян Фитель Материца Михаэль Шумахер Оба задают Один вопрос Нужен танк Такой нам Нахер Я бы танк сменял свой на авто Даже на приору Даже на приору Махом Ведь наш Маус На прямой Унижает даже Черепаха Я пошел в Нюрнбергский трибунал И вопрос решил там очень быстро Тот, кто мышки дал Такой движок Вот кто настоящие фашисты АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Учебность Мауса не так заметна у Wargaming, потому что у них карты очень маленькие, но в улитке, на их огромных картах, да еще в реалистичных боях, в полной мере можно ощутить, как ты прожигаешь время своей жизни, играя на этой машине. Волшебных, не вращающихся кумулятивных снарядов у Мауса нет, так сложилось исторически. Поэтому, видимо, Маус единственный топовый танк в этой игре, который вынужден выцеливать уязвимые места у своих врагов. В то же время, обладатели вышеупомянутого боеприпаса просто шмальнут тебе в башню навскидку и вынесут весь экипаж из нее. В качестве же поощрительной компенсации у Мауса примотана маленькая пукалка, какая-то мелкашка, из которой даже ПВО убивать занятие крайне нудное. Особых чудес повышения защиты при ромбовании замечено не было, пробивают. Вообще, мне так показалось, что живучесть Мауса зависит от скилла противника, с которым он столкнулся в бою. Если человек не очень скиллованный, он будет ковырять Маус долго. Если же профессионал, да еще и с хорошими снарядами какими-нибудь, может и ваншотнуть. Но в любом случае, даже при общей живучести, Маус, теряя экипаж, теряя модули, теряет вместе с этим и боеспособность. И в конце концов, превращается просто, хоть и в живую, но вообще в беззащитную абсолютно халамину, не знаю, какую-то, перегородившую какую-нибудь улицу или раскорячившуюся посредине поля, в ожидании какой-нибудь бомбы с самолета или арт-удара по крыше. Внимание на карту! Выселение высокого отделения! Ваш понял! Товальчик потерял сознание! Поднажмем! Подбитывай карту! Как и положено любой порядочной звезде смерти, в Вартандере Маус имеет ваншотные места. В общем, подводя итог из плюсов, могу отметить, что Маус по меркам Вартандера достаточно живуч. Живучесть не распространяется на авиационные бомбы, разумеется. Из минусов, в первую очередь, отсутствие волшебных кумулятивных снарядов, которыми все его ровесники по уровню стреляют навскидку. Повторюсь, приходится выцеливать уязвимые места, а это довольно опасное занятие. То есть, вывалил свою огромную тушу из-за поворота, начал выцеливать тебе, бам, кумулятивщиной в башню, и ты в ангаре. Так, танк очень заметен с воздуха, я думаю, никакая маскировка против этого ему не помогает. Ну и, конечно, динамика этой машины. Хоть Маус и поворачивает быстрее второго Иса, но все-таки его скорость ощутимо аннигилирует время вашей жизни. Так, ну очень медленно играть на нем, ну просто я не знаю, какое нужно иметь терпение человеку, чтобы нажимать кнопку в бой на Маусе. Мой вердикт не имеет смысла качать машину, которая вам надоест через 3-4 боя, а с Маусом произойдет, мне кажется, именно это. Потому что машина не радует абсолютно вообще ничем. Ну кроме разве что своих огромных габаритов. В общем, в итоге, пока я пытался поиграть на Маусе, появилась уже мысль попросить кого-нибудь просто заснять видос для меня, который я озвучу. Но в итоге взял себя в руки и кое-как сделал на нем 5 боев и возненавидел рандомизатор карт, потому что каждый раз Маус кидала в поле. Впрочем, когда введут клановые бои, или если введут клановые бои, я не знаю пока как они у вас тут будут устроены, Маус сгодится как затычка, чтобы перекрывать какие-нибудь улицы, дабы вам не вышли в тыл. В общем, на этом, собственно, все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьё.